И вернемся к нашим инстинктам. Дело в том, что инстинкты мы удовлетворяем непрямо. Мы их изменили, мы их преобразовали. И вот не каждому из нас удалось это до конца хорошо. По разным причинам. Потому что, может быть, сами мы сделали какие-то ошибки и неправильные выводы, неправильную позицию заняли. Возможно, родители на нас повлияли. Сделав какие-то внушения, запугав чем-то. Ну, наиболее частые, наиболее понятные приметы касаются, кстати, репродуктивного инстинкта в немиспроявлении, которое является секс. Я думаю, из трех основных инстинктов наиболее не повезло половому инстинкту. Потому что ввиду особенностей отношения, по-моему, все-таки христианской культуры, христианства к этому вопросу, как греховному, как к чему-то низкому, то он, скажем, чаще всего и, ну, как бы так, больше всего проблем с ним. Родители об этом стесняются говорить в детском садике, в школе, даже в вузах об этом тоже говорят. Человек сталкивается с проявлениями своих желаний и понимает, они естественны или противоестественны. И существует множество таких, я бы даже сказал, дурацких мифов, да, там, о любых проявлениях, в том числе о мастурбации, да, что это такой ужас, что если кто-то занимается мастурбацией, то это он уже психически болен. Был умный такой парень, который так сказал, и, надеюсь, мне удалось его переубедить, что ничего страшного, да. И, как бы, чаще всего именно в этом инстинкте мы остаемся, как бы, один на один, ну, то есть мы ищем самостоятельно. А то, что нам внушают или то, что нам рассказывают, да, или то, что делают наши родители, чаще всего деформируют. Это и не дает ответа на то, а как же себя вести. Ну, в том числе и в других инстинктах, в их специфических проявлениях, и в пищевом инстинкте есть достаточно серьезные нарушения. Ну, вот, нарушение в пищевом инстинкте наиболее известное. Маленький ребенок грудничает еще, он плачет, все чаще всего мама делает. Думает, что он кушать хочет, правда. Жена ему делает, она ему грудь дает, да, сисью. Ну, он посмолчит. Немножко у него от тех потребностей, да, вот, каких-то проблем, которые у него были. Переключится, он вкусно, мамин молоком, все это самое. И как-то и успокоится. Ну, и потом, что происходит? Дело в том, что и мама будет почаще таким способом его успокаивать, да, и ребенок запомнит в очень-очень раннем возрасте. А чем раньше забол, ну, сформируется как что-то, тем оно сильнее, во-первых, оно глубже в бессознательном, и сильнее потом влияет на наше поведение. Тем вероятнее, что в будущем успокаивать себя этот человек, когда будет сильно волноваться, да, переживать, он будет именно через еду. Ну, и, соответственно, могут возникнуть проблемы с излишним весом, да, и когда у него уже не будет накопление каких-то проблем, то вместо того, чтобы их решать, он дойдет и хорошо опустошит холодильник. И, если говорить о остальных наших инстинктах, то можно тоже сказать, что там много неблагополучных. Ну, например, стиль самосохранения. В нем одним из таких центральных моментов является агрессия. Ну, в конце-то концов, нужна, я подчеркиваю, потому что чаще всего к агрессии, они, особенно женщины, относятся негативно. А именно они чаще всего в современном нашем обществе воспитывают мальчиков. Ну, потому что все они распадаются, и дети-то остаются с мамой, да, мальчики остаются с мамой. И мамы считают, что агрессия – это неправильно. Сад разно своей природе – это правильно для женщин, но не очень правильно для мужчин. Потому что умение защитить себя, как следствие умение защитить свою семью, защитить свою страну, защитить от фульгана, от врага, умение отстаивать собственную точку зрения. Все это лежит в основе, корнями уходит в медицин самосохранение. И если мы не принимаем в себя агрессию, не принимаем в себя какие-то другие, ну, действительно, для того чтобы, ну, не знаю, как-то вот я могу, лично я могу из какой-то деликатности, из стеснения. Сделал мне человек что-то, ну, я думаю, да ладно, я потерплю это. Сделал мне еще человек что-то, да ладно, я потерплю это. Ну, потом оно же накапливается, да, в конце концов, ну, приходит время, и я тогда могу, ну, рассердившись, взорвавшись, да, наконец-то, в конце концов, зачем же вы это сделали, и так далее. А люди говорят, так мы же не знаем, что тебе неприятно. Я не прав. Мне надо было вовремя, да, всегда, не переходить к терпению, всегда сказать, извини, вот это мне некомфортно, ты нарушаешь мои границы. То есть инстинкт самосохранения, если он правильно сформирован, он тоже, точнее, если на его основе мы правильно сформировали свое поведение, то мы получим хороший результат. А если неправильно сформировано, то мы получим вот, ну, сложную ситуацию, на основе той, которую я описал. Я сначала терплю, да, ну, до, не знаю, просто, пока мне крышечку не сорвет, да. А потом же я, естественно, на людей бросаюсь, и мое поведение, оно действительно уже какое-то неадекватное. То есть вот тут слишком много агрессии, и тот человек, на которого я брошусь, скажет, так, что я, по сути, сделаю, ничего страшного не сделал. Может и обидится, правильно? Возникнет между нами сложность, возникнет между нами проблема. Ему непонятно, что бы у меня накопилось. И как бы оно, ну, мы же не знаем, чужую боль, например, оно не чувствует. И поэтому, по сути, это деформированное проявление. А если бы я научился всегда вовремя и, да, вот, корректно защищать свои границы, восстанавливать, да, какой-то свой комфорт и хорошее самочувствие состояния, то, скорее всего, бы не возникло этих ситуаций. Точно так же и в семье очень часто, да, вот, возникают какие-то сложности. И все это, опять же, проблемы с трансформацией и использованием или каким-то односторонним взглядом на инстинкт, на инстинкт самосохранения. Продолжение следует...